Музыка 14 марта 2016 года Постановлением правительства принят порядок предоставления компенсации и расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирным домом и отдельным категориям граждан. Документ вступит в силу 27 марта. Условия назначения компенсации установлены законом области от 29 января номер 3873 ОЗ. Данным законом предусмотрена компенсация расходов взноса на капитальный ремонт неработающим пожилым гражданам, достигшим возраста 70 лет в размере 50% и достигшим возраста 80 лет в размере 100%. Компенсация полагается только собственникам жилья, проживающим одиноко, либо в составе семьи, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста. Также важным условием является то, что площадь жилья, на которую будет рассчитываться компенсация, будет для одиноко проживающего гражданина составлять не более 33 квадратных метров, для гражданина, проживающего в составе семьи из двух человек, это 21 квадратный метр. Следует иметь в виду, что значительно граждан, часть граждан пожилого возраста уже пользуются компенсациями на капремонт в составе ЕДК, так как относятся к той или иной категории льготников, это ветераны труда, ветераны труда Вологодской области, инвалиды. Для данных граждан компенсация будет устанавливаться только при достижении возраста 80 лет в размере 50%. Если же одинокий пенсионер не является льготником, не получает никаких мер соцподдержки на плату жилищно-коммунальных услуг, то ему, соответственно, положена компенсация 50% при достижении возраста 70 лет и 100% при достижении возраста 80 лет. Законом и порядком предусмотрен заявительный принцип. Для назначения компенсации необходимо после 27 марта 2016 года обратиться в филиал Центра социальных выплат либо в многофункциональный Центр предоставления госуслуг МФЦ с заявлением. К заявлению необходим паспорт, квитанция о размерах начисленного взноса на капремонт за последний месяц, документ о собственности на жилье, если такой документ выдан до 31 января 1998 года, даты вступления в силу Федерального закона о регистрации прав на недвижимое имущество. Также заявитель вправе представить справку о составе семьи и документ о собственности на жилье, если он получен после 31 января 1998 года. При непредставлении указанных документов они будут запрошены в соответствующих органах и организациях. Гражданам, обратившимся за компенсацией до 1 июля 2016 года, она будет начисляться с 1 января 2016 года. При обращении после 1 июля 2016 года компенсация будет начисляться только с даты обращения. Перечисляться компенсация будет гражданам на банковские счета, либо выплачиваться через почтовое отделение, как и все остальные выплаты. Если пожилой человек не в состоянии сам обратиться с заявлением за него, это может сделать любой гражданин, в том числе родственник, представив доверенность в простой писемной форме. В филиалах Центра социальных выплат организованы линии телефонных консультаций, по которым можно получить ответы на возникшие вопросы. По-прежнему квитанции необходимо оплачивать на капитальный ремонт жилищным кодексом и вот законом, принятым 29 января, предусмотрена компенсация расходов. Соответственно, граждане будут получать денежные средства в виде компенсации и оплачивать свою квитанцию. Интересующие вопросы можно отправлять на электронные адреса джкхсобакочереповецcity.ru у А. Паничева собакочереповецcity.ru с пометкой «Доступная ЖКХ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова